Это был шок, конечно говоря. Я не мог представить, что такое возможно в принципе. Это сейчас на камеру Степан подбирает выражение. А в тот момент, когда узнал, что его лишили любимого номера, не сдерживал ни эмоций, ни слова. Без связи мужчина остался во время заграничной поездки. Хотел позвонить, оказалось, сим-карта больше не активна. Обращение по горячей линии к оператору только запутало ситуацию. Называя свой номер, она пробивает его по компьютеру и говорит, вы знаете, вашего номера не существует. Я говорю, как не существует, я им пользуюсь уже около 10 лет. Она говорит, ну не существует. Не может такого быть. Проверьте еще раз. Она начинает проверять и говорит, извините, ваш номер переведен в МТС. Каким образом? Я не писал никаких заявлений. Я представляю, что должно быть заявление, я должен с ним прийти в МТС. Должна прийти какая-то проверка. Ответ на этот вопрос Степан так и не нашел, а дальнейший ход событий его и вовсе поразил. Оказалось, его номер перевели на другого абонента, для которого претензии Степана тоже оказались сюрпризом. Впрочем, через пять дней ситуация разрешилась. Номер Степана вернули, правда, извинений не принесли. Так что осадочек остался. Сегодня ради интереса я тоже решила сменить сотового оператора. Скажу сразу, номером пользуюсь я, однако зарегистрирован он на мужа. И теоретически перевод номера от одного оператора к другому без его согласия невозможен. Что ж, проверим, так ли это на самом деле. Разговор с представителем оператора занимает всего пять минут. Номер федерального распадения? Федеральный. На вас сапогнут? Да. Сто рублей будет ставить переход номера? Что ж, заявление у меня приняли. Правда, перевод номера от одного оператора к другому может занять до восьми дней. И если вдруг в переводе таком мне откажут, обещали уведомить посредством СМС. Как выяснилось, общей базы данных у сотовых операторов нет. И нет возможности выяснить сразу, кому номер принадлежит. Поэтому и существует восьмидневный срок проверки. Почему в ситуации со Степаном система дала сбой, операторы не понимают. И называют этот случай уникальным. С таким определением соглашаются и в Роспотребнадзоре. По крайней мере, жалоб на подобные ситуации в ведомство не поступало. Хотя в целом претензии к сотовым операторам в последнее время участились. Больше всего поводом обращения в адрес управления служит это навязанный дополнительный услуг. Также есть случаи включения в договор условий, ущемляющих права потребителя. То есть это те условия, которые не соответствующие требованиям договора, требованиям закона и ненормативным актам. Также суть жалоб еще сводится к тому, что рассылаются незаконные СМС-сообщения. То есть СМС-рассылки рекламного характера. Только за восемь месяцев этого года число подобных жалоб уже в два раза превысило количество прошлогодних обращений. Не пугают сотовых операторов даже штрафы за нарушение закона о правах потребителей. Впрочем, это неудивительно, ведь размер наказания невысок. К примеру, за обсчет абонента штраф составляет всего 20 тысяч рублей. Для крупнейших сотовых гигантов такие суммы лишь капля в море, учитывая, что потребители далеко не всегда идут жаловаться на нарушения. Поэтому в Роспотребнадзоре призывают не стесняться сообщать о подобных фактах. В ведомстве не только правильно составят претензию, но и помогут отстоять право потребителя в суде. Елена Иваницкая, Александр Шахаданов, Александр Ермошенко. Новости.